Добрый вечер, друзья. Надеюсь, кто хотел подойти на вебинар наш, уже пришел. Представлюсь, меня зовут Наталья, и я партнер рекламного сервиса King Profit. Данный сервис был запущен ровно месяц назад, 7 августа. Для чего он создавался? Он создавался в первую очередь для того, чтобы мы смогли использовать рекламные инструменты. Я сейчас открою свой кабинет и покажу вам по своему кабинету. Показывает вам кабинет. Первое, что у нас стартовало, когда у нас стартовал проект, это баннерная реклама. Были баннеры запущенные, я тоже запускала баннеры и показы баннеров. Было 30 переходов, были регистрации. Но если у кого-то не было баннера, он мог запустить тизерную рекламу, добавив вместо баннера здесь, добавив свою реферальную ссылочку и текст. Буквально через неделю в проекте заработала рекламная лента. Рекламная лента нам позволяет рекламировать любые свои проекты. Здесь стоимость рекламы 5 долларов навсегда. И если, к примеру, ваша реклама опускается вниз по ленте, вы можете доплатить 1 доллар и поднять ее наверх. Вот видите, и ваша команда использует уже с успехом рекламную. Вот как раз ваши люди рекламную ленту. Достаточно хороший, эффективный инструмент. Единственный минус это то, что это демонстрируется только на нашем сайте. Но, учитывая, что у нас очень большой рост партнеров, потребителей продуктов, реклама становится достаточно такой вот эффективной. И буквально несколько дней назад стартовал наш основной продукт, это конструктор ботов. Конструктор ботов очень интересный инструмент, который позволяет вам настроить бот либо на любой другой ваш проект, либо на развитие вашего телеграм-канала, либо какой-то социальной сети, либо на рекламу ваших услуг. И как он выглядит. К примеру, вот у меня мой бот. Я сейчас покажу его вам здесь. Вот сделай свой бот. Как только человек проходит по ссылке, ему вот такая вот сразу же картиночка становится. Далее, пролистывая по всем вот этим вот, далее, знакомиться, что какие... Это по King Profit у меня рекламный бот. Далее, и здесь вот можно посмотреть и видео, можно посмотреть и видеопрезентацию. Все это ведет на YouTube. Можно просмотреть, перейти и просмотреть. Можно ознакомиться с маркетингом. О нем я поговорю чуть-чуть позже. Нажимаем далее. И здесь же у вас будет и связь со мной, и регистрация, и вход в командный чат, ну и если хотите посмотреть видеоотзывы. Прекрасный бот, прекрасный инструмент, но фишка данного бота. Вот и это не новость. Ботов много. Точно такой же бот вы можете буквально за 2 минуты сделать себе. Единственное только поменять мои ссылки в конструкторе на свои. Для того, чтобы вы сделали точно такой же бот, я нажимаю поделиться. И выскакивает вот ссылочка, которую я вам даю. Ой, господи, передвинула. Которую я вам даю. И вы, вставив ее в браузер, будете просто-напросто делать свой бот. Как это делать бот, мы этому обучаем специально на школах в отдельном чате, как сделать свой бот. И это не все. Вы сделали точно такой бот, вы не устраиваете, вам не надо думать, какие тексты написать, какие ролики поставить, что и как сделать. Но каждый момент вы можете отредактировать только под себя. В этом боте вы видите, сколько человек посещали ваш бот, приходили в ваш бот. И если мы нажмем конструктор, вот у нас открылась панель, где вы можете редактировать все, что вы хотите. Можете свои текста ставить, можете ссылки свои, можете смайлики какие-то свои добавлять. Все, что вам угодно. А вот это вот меню, здесь в меню вы можете добавлять какие-то кнопки, которых нет здесь, допустим. И все, ну все делать по вашему желанию. Помимо этого, здесь вот клиенты. Кто-то кликнул на этот бот, и он остался у меня здесь в подписчиках навсегда. К примеру, я работала там в Global Matrix или где-то в каком-то проекте, этот проект закрылся. Но люди-то у меня остались в подписках. Тогда я могу либо лично отправить на чей-то Telegram чек, нажимаю и в личку написать человеку, я могу. Перейду и как раз попаду в человеку в личку. Ну это я на себя попала, потому что я как раз с другого аккаунта заходила к себе. Либо я могу составить рассылку, либо серию писем и сделать рассылку. Как это делается? Я создаю рассылочку. Здесь пишут текст, либо я приглашаю к себе на вебинар, либо я предлагаю какие-то свои услуги, либо я приглашаю в какой-то проект. И я могу этот текст либо сразу же отправить, либо сделать серию писем с интервалами. Первое письмо сразу отправить, второе там через 3 часа, третье там через 6 часов и четвертое на окончании там через 24 часа. Могу все эти вот интервалы выбрать. И это дойдет в личку людям у их Телеграм. Какой плюс этой рассылки? Если я допустим не хочу, чтобы мне больше поступала рассылка с данного Телеграм-бота, я могу просто его заблокировать и мне эта рассылка не будет поступать. Но остальные 33 человека с моей подписки будут получать мои сообщения. И даже если кто-то на меня захочет пожаловаться, личка моя так и остается нетронутой. Что сделает боту? Да ничего не сделает боту. Но могут просто-напросто все заблокировать. Тогда да, тогда ваш этот бот уже потеряет работоспособность. Но у вас же будет не 3-4 человека. У вас же здесь будет намного больше. Поэтому этот бот ваш будет работать и очень-очень долго. Стоимость такого бота составляет всего лишь 1 пешка, либо 5 долларов на 6 месяцев. Дальше, если вы хотите этим же ботом пользоваться, вы просто-напросто продлеваете услугу и этот бот ваш работает и дальше. А как продлевать услугу? Вы просто покупаете еще себе 1 пешку. Вот такие вот рекламные инструменты есть в рекламном сервисе King Profit. Ну естественно, мы продаем эти рекламные сервисы и как в любом другом магазине есть партнерское вознаграждение. Вы знаете, допустим, Метро или еще какие-то сетевые магазины, они используют дисконтные карты. У нас же используется партнерская программа. Партнерская программа у нас очень щедрая здесь и она составляет 30% от стоимости покупки вашего реферала. У нас есть покупки 5 долларов, 20 долларов, 60, 150, 350 и 1000. Если вы зашли только на одну пешку, вы можете использовать либо на рекламу, либо на бот, либо на баннеры. Это уже на ваше усмотрение. Это те люди, которые пришли на рекламные услуги. Но есть у нас вторая категория людей, которая пришла использовать не только рекламные услуги, но и заработать в данном проекте. Тогда мы просто-напросто продвигаемся по столам. И наша партнерская программа заключается вот в данном слайде. Единственное, хочу обратить ваше внимание, что один раз вот эта вот сумма нижняя замораживается для перехода по маркетингу на следующий стол, если у вас не прокуплен заранее вот этот вот стол. Если этот стол прокуплен, значит нижний ряд вам всегда будут деньги на выплату. Итак, вы покупаете пешку за 5 долларов. Из этих 5 долларов, все эти 5 долларов падают вам на рекламный баланс для приобретения вами рекламных услуг. Баннеры, тизерная реклама, рекламная лента, либо рекламный бот. Но в отличие от всех других рекламных сервисов, эти 5 долларов еще вам позволяют стать в матрицу и начать зарабатывать себе деньги для того, чтобы вы могли еще и еще потреблять наши услуги. И из этих 5 долларов, 1,5 доллара падают вам на реферальные, а 3,5 доллара ставят вас на вершинку 7-местной матрицы. Второй ряд, вот этот вот плечи, как мы называем, они никогда не выплатные для нас, они выплатные для нашего вышестоящего. А вот второй ряд, он всегда выплатный. Причем обратите внимание, что в данном маркетинге у нас выплатное каждое место. У нас здесь нет таких вот накопительных 2-й, 3-й стол, 2-й, 3-й место для перехода на следующий стол. Нет, у нас каждое место выплатное. Когда здесь у вас собирается 4 раза по 3,5 долларов, у вас приходят 4 партнера и к вам поступает 14 долларов, если у вас не прокуплен стол коня, то эти 14 долларов вам прокупают вот эту вот матрицу. Да, но вы скажете, что она же стоит 20 долларов. Да, 20, из них 6 долларов уходит вам на реферальную программу, то есть 30% у нас реферальная программа за ваших лично приглашенных. А 14 долларов становится сюда в матрицу. И вот если у вас не прокуплен слон, значит вот эти вот 42 доллара, которые собираются, они вам прокупают стол за 42 доллара. Но как только здесь стал человек, 10,5 долларов, либо вам на вывод, либо на кошелек, в зависимости от ситуации, и клоун летит сразу же в первую матрицу. Второй человек пришел, опять-таки 10,5 долларов, клоун в первую матрицу. И так далее. Значит, не начисляются реферальные тем спонсорам, если партнер пошел на следующую матрицу по маркетингу. Не купил это место, а перешел по маркетингу. Почему? Потому что 14 долларов здесь собралось, он сюда 14 выложил. Реферальные не заложены. И точно так же не начисляются, если мы переходим по маркетингу, с матрицы на матрицу, не начисляются рекламные деньги. Ежели я купила, к примеру, стол слон, я оплатила 60 долларов, из них 18 долларов получил мой пригласитель, мой спонсор. А остальных 42 доллара, они поставили мне сюда, вот в эту вот матрицу. И опять-таки, здесь либо накапливается один раз для перехода сюда, либо, если у меня куплен стол ладьи, то эти деньги сразу же будут недоступны на вывод. И здесь у меня получается клон не в первую матрицу, как обычно в этих проектах матричных, а клон идет сюда, в предыдущую матрицу. Таким образом у вас будут работать клоны в первой матрице, и будут работать клоны во второй матрице. И все они будут двигаться по маркетингу. Еще раз повторяю, значит, замораживается только на первом круге. К примеру, вы зашли с золотым треугольником, значит, верхнее место всегда будет прыгать по матрицам, и выплаты вы не получаете, оно вас двигает только по матрицам. А вот эти два места, они вам принесут деньги, каждое место принесет по 14 долларов, и они функцию свою выполнили, и из системы уже удаляются. Они не переводят вас на следующий стол, потому что вы уже получили наличные деньги за эти места. Точно так же, если у вас есть клоны во втором столе, то все клоны приносят вам деньги наличные на ВВАТ. Еще раз повторяю, реферальные вы получаете только тогда, когда ваш партнер приобретает рекламный пакет, и точно так же партнер, который приобретает рекламный пакет, точно такую же сумму получает на рекламный баланс к себе в кабинете для покупки наших продуктов. Еще есть такой вот момент, пожалуйста, обратите внимание, вчера мы столкнулись с таким моментом. Если у вас уже начал закрываться, к примеру, нижний ряд, но не прокуплена следующая матрица, не надо ее уже прокупать, потому что вот эти вот деньги вы уже не получите. Это надо писать отдельный код, чтобы эти деньги система выпускала. Никто это пока на данный момент, это не самое первое важное мероприятие. Поэтому усвоите, пожалуйста, для себя, что если начался закрываться нижний ряд, то следующую матрицу вы уже не покупаете, вы уже дождитесь. Либо купите себе сюда в эту матрицу клоны, что финансово даже будет выгоднее. Почему? Потому что клон сюда стоит 14 долларов, а матрица стоит 60 долларов. Вот и подумайте, что выгоднее. Выгоднее, конечно, купить себе сюда клоны, чтобы закрылась эта матрица, и вы по маркетингу получили это место. Ну и теперь представьте себе, закрыла я это место, я получила 300 долларов на вывод и получила клон в предыдущую матрицу. И этот клон мне принесет ровно 676 или сколько-то долларов, 168 умножить на 4, ровно такую вот сумму. Но дело в том, что он мне принесет, мой клон прилетел сюда, кто-то получил деньги и тоже получил клон, и этот клон полетел в предыдущую матрицу, сюда. Здесь опять-таки тоже кто-то получил денежку, и он получил клон, и этот клон полетел в третью матрицу. Здесь тоже кто-то получил деньги, и клон полетел во вторую матрицу. И здесь цепная реакция, клон полетел в первую матрицу. Но у кого-то же здесь и закрылась матрица, значит, это место по маркетингу где-то здесь стало. И пошло опять такое движение, круговорот воды в природе. По последней матрице. Обратите внимание, у нас выплаты 3 раза по 300 долларов 900 долларов 100 долларов у нас остается ну естественно если вы уже дошли до 6 матрицы как-то нужно благодарить проект поэтому эти 100 долларов остаются в проекте а вот это вот место она полностью пускает вас на реинвест сюда в эту же матрицу но без этих без клона и без реферального возрождения вашего пригласителя и это место вы будет постоянно вам приносить деньги 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 и не только деньги но каждый раз будет приносить по 3 клона в эту матрицу а эти клоны закрываются нам приносят деньги и вот таким вот образом мы зарабатываем в данном проекте но повторяю партнерская программа это не основное в нашем проекте в нашем проекте основное это вот эти вот рекламные услуги, которые мы можем использовать. Это не последние рекламные услуги. В будущем здесь еще планируется много чего. Здесь будет и типа кликалки такой вот с выполнением заданий. Это будет отдельный сайт для тех, у кого нет уже даже и 5 долларов этих, чтобы войти в проект. Они могут просто накликать на выполнение заданий этих делать. И с этих денег часть будет оставаться в кинге для того, чтобы ставить человека, как только накопилась сумма 5 долларов, его ставит уже система в маркетинг. Здесь еще будут и различные сервисы по продвижению ваших различных каналов, и телеграм-каналов, и социальных сетей, и ютуба, и всего-всего-всего прочего. Здесь нас ожидает еще очень много разных новинок. По замыслу админа у нас в месяц, по идее, должен добавляться еще по одному какому-то рекламному инструменту. Вот, если вкратце, то это все. Пожалуйста, включайте микрофончики и задавайте вопросы по маркетингу. У кого какие вопросы возникли по маркетингу. У меня еще небольшое уточнение. Реферальные только при покупке. Это раз. Если человек переходит от стола к столу за счет накопления, реферальные не падают. И еще один момент. Когда у нас вылетают клоны, например, и падают на первый стол, на второй, на третий, неважно. Ну, по сути, у нас рождаются новые клоны, да? За них тоже реферальные не начисляются. Да, клоны реферальные нам не приносят, да. И клоны падают сверху вниз, слева направо, они нерегулируемы. Есть еще один такой момент. Первое место вы хотите или не хотите, вы обязаны взять под своим пригласителем. Все последующие вы можете точно покупать там, где вам угодно. Ну, не очень это, конечно. Хорошо, если вы влезете в чужую команду. Если вы влезли в чужую команду, то уж будьте любезны отплатить добром, либо еще какими-то клонами помогать команде, либо еще как. Знаете как? Ну, некорректно просто влезть, чтобы вас толкала команда. Нужно уже тогда помогать людям. Хотя я приветствую то, чтобы каждый работал в своей команде. Мы все перемешиваемся, потому что где-то кто-то быстрее работает, где-то кто-то задерживается. Мы перемешиваемся потом. Так что, ну, помогать, конечно, людям нужно. Мы можем просто-напросто открыть, к примеру, матрицу какую-то. К примеру, я открою, ну, какую. Ну, пусть я, допустим, открою королеву. К примеру, это не мой стол, это чей-то. Я зашла на стол к своему партнеру и вижу, что у него тут. Либо здесь я могу ему помочь, либо здесь я ему могу помочь. Я могу купить в этом столе место, чтобы помочь своему партнеру. Я, в общем-то, этим моментом пользуюсь очень часто в пешке, в коне. Или если я вижу, что у человека это первый аккаунт. То есть он зашел на 5 долларов, зашел до слона. Хочется, чтобы он быстрее перешел на ладью. Я могу здесь вот в последнее место докупить, чтобы он уже перелетел в этот самый. Но в плечах докупать, это, конечно, не выход с положения. Лучше, если закрывать, то уже закрывать на конце, чтобы все-таки человек немножко поработал. Потому что это командная работа, это матрица. Да, у нас очень много переливов здесь. Да, вы можете зарабатывать здесь даже без приглашений. Потому что будут все равно переливы, вы рано или поздно будете двигаться. Но ни в одном проекте иждивенцы не приветствуются. Поэтому я рекомендую все же работать. Все же рекомендую работать, приглашать и двигаться. Я, кстати, тоже недавно узнал, что, оказывается, можно купить пешку и сразу, например, короля или королеву. Да, да, да. Можно не дожидаться по коня, слона, ладью, королеву. Да, можете и короля. Кстати, королей всего лишь два. Оба у нашего админа, у Константина. Один король вчера у него появился, второй король появился сегодня. Да, еще покажу вам один момент, как вы можете посмотреть, куда у вас станет партнер. Вот у меня сейчас, допустим, если посмотреть по пешкам, подо мной находится 846 пешек. Я не знаю, куда у меня новичок мой станет. Для этого я сделала себе фейковый аккаунт под логином Папик. Я захожу на этот свой фейковый аккаунт. Вот он у меня чистенький, видите, здесь нет ни баланса, ничего, он не участвует в структуре, нигде. Итак, захожу на матрицы и, к примеру, я хочу купить ладью. Куда же я попаду? Нажимаю ладья, нажимаю купить. И я вижу, что если я куплю ладью, я стану вот сюда под рассвет 2147. Хорошо. Я хочу купить, допустим, ну, королеву. Куда я стану в королеве, если я буду покупать? Я нажимаю купить. И я вижу, что королева моя станет вот сюда вот. Вот сюда она станет. И могу купить. Вот так вот мы можем посмотреть. Да, я только сейчас вот увидела. У нас появился новый раздел, его еще утром не было. Это финансовая история. Мы можем посмотреть, откуда у нас поступили денежки. Сейчас мы перейдем на мой аккаунт и посмотрим, как это... Вот финансовая история. Пешка. Посмотрим, откуда у меня деньги последние. Видите, вот, перейти. Мы можем посмотреть, 10,5 доллара у меня приход. Посмотреть, где же, кто это мне принес. Последние 10,5. Вот Диадема мне принесла. Это моя личница. Вот она. Вот Диадема мне принесла. У нее три клона прилетелось. Вот они, вот. Эти два места мне принесли последними по 10,5 долларов. Потому что они у меня закрыли два места в фигуре конь. То есть мы теперь можем посмотреть, кто же нам принес денег. Если раньше мы этого не могли посмотреть, то сейчас вот. Вот только-только буквально сделали. Еще сегодня у нас было новшество. Вероятно, вы видели, добавили введение капчи при входе на сайт. И у нас еще обязательно, пожалуйста, зайдите все к себе в настройки. И настройте себе пин-код, либо вход по IP. Безопасность у нас есть. Раздел безопасности. Либо вы по IP настроите. Но у меня постоянно меняется IP. Поэтому я настроила себе финансовый пароль. Для чего? Для того, чтобы даже если вас ломанут, не смогли вывести деньги у вас с сайта. Вот видите, фиксация. Все, кто заходил, видно, что здесь только я хозяйничала. Но видите, вот даже меняется, вот это меняется мой IP. И еще огромная просьба персональных данных. Пропишите свой логин Telegram. Бывает так, что надо срочно связаться с партнером. Ну, неудобно всякий раз звонить на WhatsApp. Тем более, если нет номера телефона, то не позвонишь. Но логин от вашего Telegram. Пожалуйста, пропишите, чтобы к вам можно было обратиться и с вами поговорить. Аватар желательно тоже поставить, чтобы мы общались с людьми. А не с безликими. Я вот сейчас буду еще ругаться со своими теми, кто ставит котики, цветочки, шарики. Вы пришли в бизнес. А бизнес делают со цветным лицом. Поэтому я думаю, что и в Telegram, и в кабинете все-таки приятнее видеть человека, а не какую-то зверюшку. Слушаю теперь вас. Прямо секунду добавить. Да, да. Вот, кстати, это наш админ Константин. Прошу любить и жаловать. Да, всем привет. Смотрите, еще у нас будет бот для защиты, который можно будет подключить. И при выводе, при каких-то операциях он будет запрашивать код, который будет отсылать в Telegram ваш. При таком варианте вообще никто не сможет вас взломать, пока не взломает ваш Telegram. Если в Telegram у вас установлено тоже двухфакторный, то есть дополнительный код, то даже смена, подделка вашей сим-карты и получение смс, такое вот только я видел, тоже им не поможет, потому что они не смогут все равно зайти в ваш Telegram аккаунт. Вот, поэтому по защите сегодня вот идет очень серьезная работа, потому что мы становимся все более известными и людей все больше, которые хотят что-то там нам сделать, вот, у кого-то что-то отжать, потому что деньги крутятся. Вот, поэтому сегодня прям серьезно поработали над защитой, и вот еще бот подключится, и все, и то есть им шанса просто не останется ни одного, чтобы зайти даже в ваш кабинет и что-то там вывести или изменить какие-то данные без вашего согласия. Вот, также вот Наталья продемонстрировала, что у нас появилась возможность смотреть откуда, что, куда пришло. И каждый день практически будет все новые и новые нововведения касательно самого сайта, безопасности и услуг, потому что услуги – это основное, что будет двигать всегда наш проект, не только маркетинг, хотя он у нас самый лучший среди всех матричных там каких-то маркетингов. Ну, у нас он не только матричный, да, у нас он комбинированный, но движение этого маркетинга будет всегда основой, это продукт, который будет постоянно расширяться, добавляться, улучшаться. И тот же конструктор ботов, который сейчас у нас уже есть, и в принципе все функции, которые в нем есть, нам очень нравятся, он тоже будет модернизироваться. Сейчас заказали мощный такой адаптивный и серьезный дизайн для конструктора отдельный, специфический, чтобы как в космолете могли управлять конструктором и новыми функциями. И он будет тоже расширяться до того момента, что там и магазины можно будет делать с оплатами, и всякое-всякое-всякое, то есть профессиональный бот. Ну и, соответственно, маркетинг будет двигаться все быстрее, потому что у нас уже сейчас, в принципе, заработки будут идти без привлечения новых людей в наш сервис, а уже с тех людей, которые у нас есть, это порядка двух тысяч всего лишь на всего человек, вот. И уже при этом много кто куда прошел и так далее, и так далее по маркетингу. Но когда будет 10, 15, 30, 50, 100 тысяч человек, это будет рано или поздно в любом случае, может быть, полгода, через год. И, соответственно, абсолютно каждый у нас будет потреблять услуги постоянно. И если мы выйдем даже на 10 долларов в месяц, когда у нас пользователи в среднем будут заказывать наши услуги, то это будет товарооборот 1 миллион долларов, который полностью будет распределяться среди партнерской программы, участникам нашего проекта. Поэтому мы не основываемся именно на матричном маркетинге или на партнерской программе. Основной это будут услуги, и не только для тех, кто занимается в интернете только исключительно каким-то бизнесом, но и обычный бизнес, то есть обычный земельный бизнес тоже будет рекламироваться, создавать услуги какие-то, ботов и так далее, и так далее, и так далее. И вы постоянно сможете с этого зарабатывать. И уже сейчас вы можете зарабатывать не только с маркетингом и с партнерской программой. То есть вы можете делать на заказ ботов, если вы разобрались, как их делать, на самом деле ничего там сложного нет, все очень просто и понятно, один-два раза делайте, и все будете уметь. Вы можете делать этих ботов на заказ и продавать их там на вид, или еще где-то за тысячу, за две, за три тысячи рублей вполне реально. И в день по две, по три штуки можете продавать. И дополнительно зарабатывайте к партнерской программе, которая у нас есть в проекте. Поэтому, друзья, работайте, если что непонятно, по ботам есть отдельный чат, есть основной чат, есть поддержка, есть спонсоры, партнеры. Помогайте друг другу развиваться, и все будет отлично. Проект King Profit пришел не на один год, и не на два, и не на три. Поэтому мы именно здесь будем пассивный заработок растить, который не как в инвестиционном проекте. Вот сегодня был разговор в основном чате, что многие думают, что пассивный доход – это как раз инвестиции, которые вы вложили куда-то, и там какие-то проценты начисляются. Ничего подобного. Это коротковременный пассивный доход, может быть еще на месяц, на три, на пять, на год. Но потом рано или поздно все равно это закроется, и все. Здесь у нас мы выстраиваем пассивный доход, который не основан на каких-то мифических процентах, непонятных выплатах из вновь вступивших денег и так далее. У нас именно услуги, именно продукт, который именно он будет двигать весь маркетинг, весь заработок и весь ваш пассивный доход, который вы будете получать и через год, и через два, и через три. Сколько конкретно вы будете получать, зависит от вас. Потому что движение уже сейчас очень серьезное, даже людей у нас еще мало, но движение, просто маркетинг взрывается. И когда дойдем мы до королей, начнет движуха в королях, то вот этот каскад клонов, который будет идти, начиная с королей, заканчивая до пешки, каждый раз. Вот. То есть он еще вас очень сильно удивит. Поэтому, друзья, работаем. У кого какие-то вопросы, все это можете задавать и в чатах, и на сайте есть поддержка, в том числе там есть меню поддержки, есть новости. И заходите в новости, тоже проверяйте новую информацию. Вот. Всем желаю успехов и удачи. Спасибо. Я хочу еще сказать, что у нас очень часто просто днем мы выходим, или Константин, или я, открываем голосовой чат в главном чате, для того, чтобы решать какие-то вопросы, которые срочно возникли у людей. Поэтому заглядывайте в главный чат, смотрите. Если работает голосовой, значит, подключайтесь, задавайте вопросы, помогайте нам, и мы вам будем помогать. Я думаю, что здесь мы не только заработаем, но и научимся хорошо работать. И в помощь нам будут именно эти наши рекламные инструменты, которые есть на сайте. Хотел еще добавить, что у нас не только рекламные инструменты, но и обучение. Где рекламировать, как рекламировать, где брать трафик, где ботов, которые вы создали, рекламировать, чтобы у вас люди. Как это делать? То есть это постоянно будет проводиться, и вы наберете знаний, будете это все уметь, и пригодится вам абсолютно в любом проекте, в любом бизнесе, который вы развиваете на данный момент или будете развивать. И второй момент еще хотел сказать, что у нас сейчас идет дополнительная акция, о ней вы можете посмотреть в главном чате, сделать то, что там. Ну и так, просто приятная для вас тоже дополнительная, как бы, может быть, приятная акция. Вот, всем спасибо. В кабинете, посмотрите, вот вверху общий чат Telegram, нажимаете на ссылочку и попадаете к нам в наш главный чат. Константин, как скоро будет реализован поиск по партнерам для дозакрытия? Просто такая ситуация, когда я, например, уже 800 долларов потратил на дозакрытие, чтобы партнера двигать. С другого аккаунта мой партнер, это еще не считая Алексея Павлова, да? Тоже примерно столько же. И очень трудно искать партнеров, чтобы можно было их дозакрывать. Какой-то поиск необходим, чтобы можно было логин ввести, посмотреть, сколько у него на дозакрытие, на каком столе он находится. Понятное дело, на первом нет смысла его дозакрывать, если на втором уже куплено, а на втором уже есть, да, если у него позволяют позиции. Вот этот поиск планируется? Если планируется, то когда будет реализовано? Смотрите, планируется не только поиск, и много чего удобного планируется, и чтобы и в матрице можно было посмотреть, найти партнера. Я думаю, что впоследствии мы реализуем и такие моменты, чтобы система автоматически сама смотрела, у кого в каждой из фигур, какие места, то есть первые аккаунты закрытые, да, кому можно помочь и рекомендовала это сделать в будущем. Сейчас практически скоро это появится, этот поиск, да, просто сейчас вот есть чуть другие, более важные задачи, которые стоят впереди этих, этого поиска, но я думаю, через несколько дней, в течение этой недели, это уже будет реализовано. Спасибо. Да, для рекламы сайта, вы видите, есть баннеры, на вкладке рекламные материалы. Здесь же вы можете посмотреть статистику переходов по вашей реферальной ссылке, кто переходил, откуда, ну, в общем, все это вы можете увидеть. Здесь же вы можете увидеть своих рефералов, причем нажав, допустим, на циферку 37, это рефералы первой линии, и они отсортироваются, и обратите внимание, вы сразу можете увидеть раз, два, три, четыре, пять уровней открытого человека. Здесь два уровня открытых. Вы можете увидеть, кто у вас оплатился, кто не оплатился, и, естественно, обязательным у нас являются телефоны. Если человек даже не оставил телеграм, либо скайп, то вы можете связаться по телефону. Правда, я сегодня столкнулась, четырем партнерам хотела позвонить, неправильные номера телефона. Ну, значит, любопытные такие были регистрировать. Вот это вот можете посмотреть все у нас на сайте. Я выложу вам в чате ссылочку на чат по изготовлению ботов. Там все вопросы решаются прямо в живом эфире. Возник вопрос, написали, сразу же получили ответ. И у нас обязательно школы по... Вы знаете, каждый раз что-то новое появляется в боте. Не успеваешь освоить одно, уже что-то новое появилось. Поэтому желательно, чтобы вы приходили на школы по ботам, по трафику и все прочее. Ну, есть люди у вас в команде, которым это не надо. Они знают прекрасно, откуда брать трафик. Но есть, которым желательно вы приходите и вливаться. Я всегда в чате с 10 и где-то до 12 ночи по Москве. Поэтому, если вдруг нет вашего спонсора, пожалуйста, звоните. Только не пишите, а звоните, потому что я не успеваю просто отвечать на все смс. Один вопрос. У нас сейчас, допустим, по поводу кабинета идет через Perfect Money и... Пайр, да? А что-нибудь еще у нас планируется для пополнения кабинета? Так, финансы. Сейчас, минуточку, я вам показываю. Финансы. Пополнить. Выбираем Пайр и выбираем криптовалюты. Допустим, я хочу на 10 долларов пополнить. Нажимаю Пополнить. И у меня открывается выбор. Perfect Money и доллары, биткоины, эфиры, литкоин, доджики, манейры, Perfect Money и евро, риплы, троны, USDT, TRS-20. Пожалуйста. Я имела в виду, допустим, пополнять кабинет, допустим, сразу с карты или с каких-то электронных кошельков? Карты нет. Карты нет. Только через электронные кошельки. Но электронные кошельки будут добавляться? Типа, Тиви... Будет добавляться. Сейчас пока тоже говорю. Вот просили добавить криптовалюты, добавили криптовалюты. Вот у нас есть также внутренний баланс, перевод средств. То есть вы можете... Да, вот это вот очень хорошо. ...таким пользоваться, внутрянку между собой обменивать так, как вам удобно, со Сберов там и там с других. Вот. Я думаю, что в вашей команде вы договоритесь, то есть об этом без проблем. И в будущем, конечно, появится все остальное. Спасибо. Вот пока мы с вами разговаривали, мне прибежала денежка 38. Вот. У меня на первом столе уже 650 клонов подо мной. Ну, потому что ты помогал, наверное, дозакрывал матрицы. Да, 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 да. У меня вопрос. Вот по клонам, вы сказали, по клонам реферальных бонусов нету, а по структурной есть, да? Да. Если у вас вот становится человек в нижний ряд, вот в нижний ряд человек становится, вы получаете структурные выплаты. А клоны, они все, не имеют значения, клоны, они все выплатные. Это место первое накопительное. А клоны, они всегда все, знаете, выплатные. Что значит структурные выплаты? Ну, вот по структуре. Вот второй ряд стал человек. Вот кошечка прилетела ко мне, я денежку получила. Вот ваш вышестоящий прилетел ко мне, я денежку получила. А вот этих два не хотят мне дать денежку. Сижу и жду, когда они мне дадут денежку. Вот это вот называется структурная. То есть это там какие-то определенные суммы приходят? То есть просто нигде про это не пишется? Почему? Пожалуйста, вот суммы. Структурная выплата она называет матричной выплатой. Матричная. А, матричная, ну все понятно. Да, да, да. Ну это структура моя же матричная. По линейке? Нет, нет, нет. Линейку вы получаете 30%. Линейку от личника получается 30%. Это вот и есть. Получать не обязательно личную покупку, вообще быть активированным на пешку или еще на какую-то фигуру. Не обязательно самому покупать рекламу, можно просто получать 30% и войти без вложений потом. У меня был случай, когда зарегистрировалась, пригласила на ладью, заработала 38 долларов и зашла, по-моему, на две пешки и на коня. Своих денег вообще не вкладывала ни копейки. Она просто пригласила человека. И этот человек все равно же, когда клоны будут лететь, они же будут лететь, искать либо этого человека места, либо его спонсора. Они все, все равно клоны летят в структуру. Это не значит, что человека потеряли вы, если он впереди вас купил. Клоны-то все равно будут догонять вас. Но еще раз повторяю, основное у нас здесь, это партнерская программа «Матрица». Мы не столько на ней зацикливаемся, сколько на рекламных инструментах, которые будут увеличиться. А партнерская программа – это как благодарность вам за то, что вы помогаете нам продавать. Ведь мы продаем вместе с вами. Ну, по реферальному, по маркетингу, что куда падает, я еще, наверное, дополнительное видео запишу, поэтому, чтобы для лучшего понимания. Ну да, конечно. Еще раз напоминаю, если у вас начал закрываться нижний ряд, не надо уже покупать следующую матрицу. Уже либо сюда докупайте себе клоны, чтобы дозакрывались, либо подождите, чтобы уже закрылось это место, и вы перешли сюда. А вот эту вот можете покупать. Пока у вас плечи закрываются, пожалуйста, вы можете брать следующую матрицу. Ну, пока у вас, ну, если начался нижний ряд, уже не надо, уже не надо. Можете следующую матрицу купить через одну, но не вот эту уже тогда. У меня как раз была такая ситуация. Я в ладе стоял, у меня два клона вниз упало, и был момент, когда я мог пропустить партнера вперед, да, в королевую. Я не стал покупать в королеве отдельно. Я купил, докупил два места в ладе, и у меня клон родился уже в королеве. И сэкономил при этом деньги. Да, и два клона еще получил, которые потом будут закрываться, на вторую линию будут падать клоны, и я буду с этого зарабатываться. Плюс клоны пускай. Вообще ничего не понятно или все понятно? Наталья, про последний вот этот вот за тысячу, ну, король, который в букву «Р». Это реинвест в эту же матрицу. Реинвестное место в эту же матрицу. То есть она, получается, бесконечно работает, да? Да, она работает бесконечно у вас. Помимо того, что идут еще клоны, они же тоже в королеве. Да, клоны идут сюда, и она работает, а отсюда идут клоны сюда, а отсюда сюда, и круговорот воды в природе. Только с последнего места у нас клон не вылетает, получается, и реферальный не начнет. Да, с последнего места нет клонов. Ну, хватит вам уже и три клона по 280 баксов? С последнего места вылетает у вашего спонсора или туда, куда вы встали. То есть в любом случае клон у кого-то да вылетает. Если не у вас, то значит у кого-то другого всегда вылетает клон, всегда. А я вот никак не могу понять, как апгрейт делается. Следующий уровень стоит дороже, чем человек заработал. И как апгрейт делается, вот не могу понять. Если вы хотите перейти на новый уровень, то вы его просто покупаете. Если хотите, вы, допустим, на пешке, а хотите быть в слоне, вы его просто покупаете. Не, 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 вы мой вопрос не поняли. Я имею в виду, вот, например, пешка закрывается, и следующий уровень, это как он у вас называется, я забыла. Конь. Конь. Вот конь, он стоит 20 долларов, а здесь человек с первой матрицы зарабатывает всего 14. Да, и как он апгрейт делает? Объясняю. Если я покупаю за 20, то 6 долларов уходит моему пригласителю, а в матрицу падает только 14 долларов. Точно так же, как и вот эти вот 14 долларов попадают в эту матрицу. В матрице не 20 долларов, а 14 стоит. 6 уходит реферальные. И если вы с пешки перешли на коня, то ваш пригласитель, ваш спонсор не получает реферальные. Вот так вот делается. Это покупка с накопления, а не точечная, поэтому реферальные в данном случае не начисляются. Понятно. Если вы хотите зарабатывать нормально, если вы пришли на заработок, то я бы вам рекомендовала 2 пешки, 2 слона, 2 пешки, 2 коня и хотя бы один слон. Хотя бы так. Хотя я заходила и на пешка, на пешка, конь, слон, ладья, потом еще 2 ладьи, подкупила себе. Ну, жадная я деньги люблю очень, поэтому я подкупила ладьи, которые переходят у меня дальше в королевы, а потом в королевы станут. Так вы же сейчас сами сказали, если я в пешке нахожусь, лучше не покупать следующую фигуру, так как и я не получу. Нет, 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 вы меня не поняли. Если вы находитесь в пешке и у вас начал заполняться нижний ряд вот этот вот, если начал заполняться уже сюда стал человек, то эту фигуру вы уже за свой счет не покупайте, потому что эти деньги 3,5 доллара вы уже не получите. Если у вас только плечи закрылись в пешке, то вы можете еще купить себе за 20, и тогда вот эти вот деньги 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 вам будут доступны на вывод сразу же. Понимаете? Они не будут оборачиваться, потому что у вас уже открыт этот уровень. Они уже сразу вам на вывод идут. И тогда они принесли вам 14 долларов, и эта пешка уже свою миссию отработала, и с системы она выбывает. Потому что она вам принесла, вы оплатили 5 долларов, получили 14, почти в 3 раза больше. Поэтому она функцию выполнила, она убывает системы. Вот таким вот образом. И все клоны следующие, которые падают, они приносят только доход по той стоимости, которая есть. Упал у вас клон здесь вот за 28 долларов, он принес вам 42 доллара, или сколько здесь? Нет, здесь 112 долларов. Если за 28 клон упал, то он 112 долларов вам принес, и все. И этот клон выполнил свою миссию, он уходит из системы, он не способствует расширению юбки. И еще один вопрос. Клоны можно контролировать? Я имею в виду, можно их ставить туда, куда ты хочешь? Нет, 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 нет. Клоны падают сверху вниз, слева направо. И я считаю, что это вот... Наталья, она имеет в виду, наверное, автоматически. Автоматических мы не можем контролировать. А если вы точечно покупаете, вы можете покупать где угодно. Да, точно я могу. Ну вот, зашла я на слона, к примеру. Ну, это бывает, что когда покупаем, мы покупаем там, где мы хотим. Просто в некоторых компаниях есть, как бы, клонами, ты тоже можешь управлять. Я знаю, но я не считаю, что это правильно. Почему? Потому что не в обиду сказано, бывает частенько так, что лифоводы пригласили негативного партнера, он никого не пригласил, и эти начинают, а ты никого не пригласил, будешь стоять в отстойнике. И расставляя клоны туда, куда считают нужным, тот человек просто-напросто стоит и не получает дохода. Это не есть хорошо. Автоматические клоны, которые падают, да, они сверху, вниз, слева, направо, но точно, пожалуйста, покупайте. Хочу я здесь купить? Я куплю здесь. Хочу я, допустим, в слоне купить, ну, где вот здесь, вот, к примеру, в этой матрице, хочу я здесь купить? Куплю здесь. Хочу я, к примеру, вот здесь купить? Я куплю здесь. Несмотря на то, что я стою здесь, я хочу купить здесь. Или где-то там в другом месте. Это точно. Вот хочу я под админ влезть, чтобы он не закрывал. Вот сюда я и куплю. И пусть админ меня закрывает, если у меня совести нет, и я не буду ему помогать. То есть точно мы можем покупать, где мы считаем нужным. Ну, это очень хороший инструмент, когда вам нужно помочь вашей команде, кого-то продвинуть. К примеру, здесь вот, я знаю, что здесь вот у меня это место, оно у меня прыгает с матрицы на матрицу, с матрицы на матрицу. И если у меня осталось это одно место, я докуплю, чтобы этот партнер перешел на следующий уровень. Мне это выгодно. Если мои партнеры будут двигаться по уровням и зарабатывать, то я тем более буду зарабатывать. Если я буду помогать команде, то команда же меня будет толкать. Тогда получается, что по столам, по уровням переходит только основной аккаунт, да? Да, 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 по уровню. На своем уровне, да? То есть следующие, последующие клоны, все остаются на том уровне, на каком они куплены. Угу, да. Спасибо. То есть я купила здесь вот в слоне, слон мне принес, сколько так, слон мне принес 4 раза по 28 долларов, и все, и это место, мою функцию выполнило, и оно с системы выпало. Оно не расширяет юбку, в отличие от остальных матричных проектов. Понимаете, в тех вот проектах, где клоны, другие проекты, вот клон упал, падает с первой матрицы, он идет во вторую, в третью, в четвертую, в пятую, и он способствует расширению юбки. Наш же упал сюда, он принес вам деньги, все, он убрался. Он не пошел на расширение юбки. Он ушел с системы, он вам принес деньги, все, он отработал. Ну, мне очень нравится шестая матрица, я так жду, мне осталось два места до шестой матрицы. Ой, аж руки чешутся. Тоже два места осталось. Два места у меня вот осталось в королеве закрыть, и я буду в короле. Вот, так что, вот как-то так. Опять же, хотелось бы узнать, вот мы в короле, в королеве и так далее. За нами армия идет, которая сейчас находится в пешке, в коне, в слоне. Они же потом с нами будут перемешиваться. Причем все команды, вся толпа будет. У нас же одна большая глобальная матрица. В пешках одна большая глобальная матрица. В королях, то есть, получается, на каждой фигуре своя матрица. А мы же двигаемся. И мы будем перемешиваться. Вот кто желает, вы быстрее выйдете на деньги, рекомендую заходить на ладью и королеву. Почему? Сейчас показываю, сколько у нас королев. Королев у нас 20. Всего лишь. И то у админа 3 аккаунта, по сути, даже меньше, чем 20. Ну, это админские аккаунты, вы прекрасно понимаете, для чего? Для содержания сервиса, для оплаты программистов, для покупки защиты на сайты. Но только сегодня какая сумма денег вылетела на защиты, на пятое, десятое, на все вот это вот. Поэтому, естественно, как-то надо где-то что-то. Это не в карман админу идет. Это идет на развитие именно сервиса и на покупку каких-то программ, еще что-то. Поэтому не думаю, что наш Костя сильно-сильно за это разживется. Ладей где-то порядка 70-75, тоже немного. Поэтому заскакивайте к нам в ладью и будем работать дальше. Некоторые партнеры, да, наперед покупают. У меня был партнер, который сразу ладью купил. Да, у меня тоже. У меня тоже. У меня зашла. Она ни пешку, ни коня, ни слона не покупала ничего. Она сказала, а что меня, эти мелкие меня не интересуют. У меня ладья закроется, я перейду в королеву, и у меня упадет три слона. И она права. Сколько времени надо ждать, чтобы в спешке перейти в ладью? А не проще ли зайти? И, кстати, вот преимущество, давайте посчитаем по инвестиционным проектам. К примеру, ну вот сейчас у всех на слугу Сагидис. Там, получается, для того, чтобы я удвоила свой депозит, мне надо три месяца. То есть, если я стоимость ладьи 150 долларов внесу в Сагидис, я буду три месяца сидеть и ждать, когда я получу прибыль в размере своего депозита. 150 я верну и 150 я еще получу. И причем каждую ночь думать, а не поехал ли админ уже на Канары с моими деньгами? Здесь же я покупаю ладью. За три месяца, ну извините, уже за три месяца по-любому ладья моя перейдет в королеву стоимостью 300 долларов. И мне упадет четыре слона, каждый из которых принесет мне по 112 долларов. 112 умножаем на 4, 448 долларов. И у меня еще место в королеве, и у меня еще будет доход идти. Так где выгоднее, в инвест идти или здесь поработать, если это касается денег? Да и плюс ко всему же я здесь попутно, принудительно научусь делать боты, получу знания, где искать мне этот трафик, как мне раскручивать этот бот, как мне раскрутить свою группу, как мне научиться писать видео, как мне развивать свой ютуб канал, как мне проводить прямые трансляции, как мне прямой эфир провести в инстаграме. Всему этому вы научитесь у нас. Вот, кстати, мы находимся на ладье, вот это вот мое основное место, оно будет перескакивать у меня, оно перескочило у меня в королеву и будет перескакивать в короля. А вот эти вот две ладьи, они мне только принесут денежку, и все. И они с системы уводят. Ну что, есть еще вопросы? Да, у меня такой вопрос, так можно покупать любой уровень, да? Конечно. Вы можете вообще не покупать ни пешку, ни коня, ни слона, а купить короля и сидеть себе обалдеть. Ага, все, спасибо. А мы вот все будем толкать. Кстати, с благодарностью, потому что от вас будут лететь клоны и толкать нас. Так что не бесплатно мы вас будем толкать за клоны. Так, еще вопросы? Да? Вот смотрите, от каждого уровня получается клон летит только в предыдущий, правильно? Да, 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 только в предыдущий, там он приносит прибыль и исчезает из системы. Но в предыдущем он тоже может закрыть, ну не может, он точно закрывает. В общем он же закрывается и дает вам клоны опять-таки в предыдущий, перед предыдущим. А вот еще вопрос, а с какой фигуры клоны появляются? На первой фигуре у нас нет клонов, если у вас нет второй фигуры, то эти деньги накопительно переводят вас во вторую фигуру. А вот на второй фигуре здесь уже появляются клоны в первый стол, в третьем столе появляются клоны во второй, в четвертом появляются в третий и так далее. Клон вот у вас прилетел сюда, да? У вас этот клон, он же вам принес деньги и он же вам принес 4 клона сюда в эту матрицу. Эти 4 клона вам принесли деньги и принесли каждый по 4 клона или 16 клонов в первую матрицу. А в кабинете где отображаются клоны, которые? Подскажите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, нажимаем пешка и смотрите, вот сколько у меня пешек. Вот это вот все клоны. Вот последний клон, который мне прилетел. Нажимаю я на последнее место и вижу, что последнее место было у меня 7 сентября. А вот этот клон, который летит, ну скажем, с предыдущего уровня, да, его ставим сами или он автоматически встает? Нет, он автоматом, он автоматом. Эти, которые по маркетингу, клоны летят, они становятся сверху вниз, слева направо. Все понятно. То есть мы их расставить никак не можем, так как нам надо? Нет, 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 нет. Мы их не можем расставить. Мы можем только точечные покупки совершать. Клоны расставляются сверху, вниз, слева направо. Спасибо. А такой вопрос. Если я помог своему, допустим, партнеру во втором ряду купить точечно, то оно как основное место будет или как клон, который сгорит? Любое место, которое мы покупаем, это уже идет клон. Он вам приносит прибыль только на этом уровне. К примеру, я купила клон себе на уровне коня, значит, он мне принесет 4 раза по 10,5 долларов и 4 клона в первый уровень. Все, понял, спасибо. Так, а вот эти клоны, которые мы покупаем, они же рефералку дают, да, спонсору, правильно? Да, да, да. Если мы покупаем клоны... Те, которые мы от системы получаем, они реферальные выплаты не дают. Нет. А то, что мы приобретаем сами, они дают рефералку, правильно? То, что вы приобретаете сами, дают и рефералку вашему спонсору, и вам дают еще рекламные деньги, вот когда вы приходите на баланс, как только вы, допустим, купили место за 150, вам сюда вот на рекламный баланс не падает 150 долларов. И их вы можете использовать на свои рекламные инструменты. Вы можете, к примеру, мы все работаем в нескольких проектах. Ну да. Мы сделали, вот, допустим, вот у меня, где-то, конструктор ботов. Вот один бот, его продолжительность на какое время он работает? Шесть месяцев. Шесть месяцев он работает. Да, да, да. Я вот сделала бот на Galaxy Matrix. Я его сбросила у себя в чате Galaxy Matrix. Я же не нарушила этику. Я же по теме работы в проекте сделала, правда? И написала, кто хочет такой бот, стучитесь. Ко мне стучаться. Если человек не хочет заморачиваться с King Profit, говорит, да не надо мне это, на кой черт? Ты мне сделал бот и все. Хорошо, плати мне 1000-1500, сколько вы заломаете эту цену. Единственное, что я не хочу вешать на свой Телеграм, потому что на своем Телеграме вы можете сделать только 20 ботов. Я просто человека прошу, чтобы он зашел, папа бот в этот, бот фатер, и нажал на новый бот. Тогда этот новый бот попросит вас написать название вашего бота. Вот я пишу там просто бот, да. Потом он после этого еще что-то там попросит, не помню. И мне выдаст токен. Он попросит логин вашего бота, который вы хотите. А, имя бота, имя бота. Да, логин, логин. Мне дают имя бота, и мне дают токен. Я делаю у себя в кабинете этот бот. Вот он у меня здесь в кабинете, а партнеру отдаю только ссылку. Это только в том случае, если человек не хочет заходить в King Profit. Потом через полгода этот бот у него закончится, он ко мне опять постучится, опять мне заплатят, я ему продлю его. Либо вообще лучше, лучше, лучше делать как. Взять у него этих два варианта, зарегистрировать его по своей реферальной ссылке, и ему потом передать этот кабинет. Чтобы он уже сам мог менять этого бота, устранять. Почему лучше так? Потому что, допустим, я хочу сделать рассылку. А я же не могу сделать, если я кому-то передала сделать рассылку. Потому что нет возможности входить сюда, в систему, и писать рассылку. Лучше, конечно, регистрировать под себя на эти 5 долларов и отдавать человеку кабинет. Впоследствии он увидит, что здесь еще деньги, так он еще начнет еще больше рекламировать вас. Поэтому вот как-то так вот. Но здесь мне особенно нравится, что я могу серию приготовить, сбросить, и пойти куда-нибудь гулять, а бот пусть за меня работает. Вот как-то вот так вот. Еще вопросы, пожалуйста. А когда будет ближайший урок по ботам? Константин, когда мы будем проводить? Костя? Ну, я думаю, завтра будет. Вы смотрите, заходите все в чат бот. Ну, чат боты. И там все вопросы по ботам. Может, вам урок не нужен будет. Видео уже есть, и текстовые есть информация, и всякая другая. И вопрос можете задать, если что не получилось. Я вообще рекомендую взять видео по созданию чат бота. Включили, кусочек посмотрели, сделали. Опять кусочек посмотрели, сделали. Потому что это будет более эффективное для вас обучение. Пока вы не сделаете в своем темпе пару ботов. Набьете руку, и все. Потому что когда в общем, ну, бывает люди просто не успевают что-то сделать, нервничают, и это, ну, не работает так, как хотелось бы. Есть видео, есть записи обычно. Ну, присутствие ваше на занятиях тоже желательно. Можете просто посмотреть на занятия, а потом взять видео и по видео сделать. Вам уже будет более понятно это все. Тишина. Значит, ничего не понятно, да? Все переваривают, что слышно. Понятно, вот только единственное, я не поняла. Мне дали группу, где я могу взять токен, ну, там тоже токен у кого-то надо просить брать. Вы все возьмете в Телеграме у себя. Посмотрите, видео там все-все-все пошагово Константин показывает. Абсолютно все пошагово показывается. Где взять, на что нажать, чего попросить, чего забрать и куда поставить. Все-таки есть видео в инструкции. Я тоже думала, что это что-то такое страшное, ужасное. Я выложу вам в чат ссылочку на... Или, Костя, сбрось, пожалуйста, в чат ссылку на чарты ботов. Спасибо огромное. Не за что. Обращайтесь. Мы работаем для вас. Потому что вы работаете на нас. Мы шли вверху, вы нас толкаете. Потом мы вас толкаем. Да, а потом мы клонами вас толкаем. Вот, Константин, спасибо, выложил ссылочку на чат ботов. Заходите, там есть инструкция. И там же в этих чатах, как правило, в закрепе. У нас, когда вебинар или когда учеба, мы оставляем это в закрепе. Вот, смотрю, пошли наши люди сюда. Если вопросов нет, будем заканчивать больше часа. Да, если нет вопросов, то...